Дубровский меняет приоритеты. Это заявление губернатора обсуждают эксперты всего Урала. Какие выводы делают, расскажем. Это время новостей. Итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. И сейчас о других темах выпуска. Мы ждем перемен. Хотелось бы, чтобы ситуация исправилась. Федералы намерены передать полномочия по контролю за выбросами заводов в руки региональных властей. На предприятиях совершенствуют системы очистки и готовятся вытаскивать скелеты из шкафов. Мы видим в ГИКБЕ. Специально открыли для вас посмотреть. Дышите глубже. Как жизнь южноуральцев изменит сводный том ПДВ? Из очевидного прошлого в скорое будущее. В Челябинске открывается новая онкологическая поликлиника. Мозговой центр южноуральской онкологии. Лучшие врачи думают о развитии ядерной медицины. Пациенты о волшебном выздоровлении. Остаться в живых. Как действует принцип эскалатора в онкологии. Поляна сказок. Детская площадка становится местом недетской полемики. Известный российский блогер обвиняет челябинцев в безвкусице. Депутат Бурматов заступается. Виртуальность против реальности. Кто кого? Арбитры зовут стороны на очную ставку и обещают справедливость. Дорогой уважаемый блогер. Приходите, приезжайте. Не рассказывайте сказки. Почему новую детскую площадку обильно поливают грязью. И вновь уходящая неделя омрачена трагедией на воде. И вновь погибли люди. Пять человек утонули в озере Аргази. Перевернулась лодка. Утопающих пытались спасти. Двое полицейских в свой выходной рыбачили неподалеку и взяли людей на борт. Но их дюралевая лодка не выдержала. Перевернулась в 200 метрах от берега. Причина – большая волна перегруза и отсутствие спасательных жилетов. Результат – пять унесенных человеческих жизней. О других темах уходящая неделя была очень показательной. В эти пять рабочих дней как будто сконцентрировались все события, которые ярко демонстрируют одну емкую фразу. На днях сказанную губернатором Борисом Дубровским. Общество, бизнес и власть. Когда мы сверху поставим этот приоритет общества, то у нас многое что в голове сразу переменится. Сразу скажу, это только часть высказывания губернатора. Что это за совещание, кому адресованы слова, к этому мы еще вернемся. Сейчас важна суть. Борис Дубровский в очередной раз заявляет – человек, его здоровье и благополучие во голове всего. Он говорил об этом еще на заре своего губернаторства и теперь приоритетов не меняет. И тут же событие, иллюстрация слов губернатора. Результат реальной работы. На этой неделе в Челябинске открывают новую онкологическую поликлинику. Мозговой центр южноуральской онкологии. Проект Дубровского. Строили два года и десять дней. Теперь в больнице могут принимать в два раза больше людей. А сложные анализы делать всего за один день. Здоровье человека – приоритет южноуральской власти. И важность запуска поликлиники для тысяч пациентов теперь трудно переоценить. Чтобы еще лучше понять масштаб этого события, достаточно посмотреть на то, в каких условиях пациентов принимали раньше. Кричащий контраст в материале Артуры Шпулатов. Чтобы попасть на прием в онкополиклинику, Николай Силантьев преодолевает почти сотню километров. На прием в областной диспансер мужчина ездит из Кыштыма. Рассказывает, в Челябинске бывает два-три раза в месяц. Мужчине требуется постоянный контроль врача. Анализы стоят на строю. То тут, то другое, то день пройдет кровь и не в порядке. Ждать результатов анализов приходится по несколько дней. Да и попасть в кабинет онколога без очередей невозможно. Врачи признаются, пациентов действительно много и каждому нужно уделить время. В отдельных случаях приходится тратить на пациентов больше. Все зависит от состояния пациента на момент осмотра. От 30 минут и до часа двух иногда уходит времени. Осложняет ситуацию и то, что поликлиника находится в неприспособленном здании старого общежития. Помещения не хватает. Врачам приходится тесниться в маленьких кабинетах, бывших жилых комнатах, где невозможно разместить оборудование для диагностики. Старое здание онкополиклиники находится через дорогу от главного корпуса. Построили его еще в 1947 году в качестве общежития для рабочих. В 60-х сюда переехала поликлиника. Из-за того, что здание маленькое, за день тут могут принимать лишь около 300 пациентов. Решать эту проблему поручил Борис Дубровский еще в 2015 году. Тогда же начали строить новый корпус. Во время закладки фундамент поместили капсулу с посланием потомкам. Ее вскроют в 2065 году. По поручению Дубровского строительные работы должны были завершить этой осенью. И на уходящей неделе губернатору показали результат. Новое здание. Вот наше новое здание. Поликлиники. Здесь 6000 квадратных метров, 6 этажей. И оборудована она по последнему слову техники. Здесь более 70 новых аппаратов. Теперь у южноуральских онкологов есть цифровой маммограф. При подозрении на рак груди он позволяет делать щадящую биопсию. Еще одна гордость врачей – оптический когерентный томограф. Таких в нашей стране единицы. Он позволяет диагностировать меланому глаза на ранней стадии. Это очень важно, особенно для пациентов, которые приехали к нам из-за пределов Челябинска. Жители Челябинской области, а также жители других регионов, которые также получают консультативную помощь и лечебную помощь в нашем учреждении. Благодаря томографу теперь не нужно делать биопсию и брать образец ткани из глаза. Заключение о результате диагностики врачи дают в день приема. Раньше это занимало от 5 до 10 дней. Сегодня у нас на учете более 88 тысяч пациентов. Ежедневно обращается в поликлинику более 600 пациентов. Прежде чем принять первого пациента в новой поликлинике, большая подготовительная работа. Мы перевезли около 90 тысяч амбулаторных карт. Сейчас здание готово к работе. Строительство новой онкополиклиники и закупка оборудования обошлась в 300 миллионов рублей. Эти деньги направили из областного бюджета. Все, к сожалению, время от времени болеем. И хотим, чтобы эта помощь нам оказывалась вовремя, качественно, бесплатно, без очередей. Вот к этой цели мы к результатам этих инвестиций и стремимся. Онкополиклинику откроют 7 ноября. В первый же день готовы принять около тысячи южноуральцев. Условия для пациентов тоже резко изменились. Опять же, сравните коридоры там и холлы. Здесь плюс лифты. То есть это совершенно другое качество. Плюс ко всему поликлиника соединена теплым переходом с остальными корпусами клиники. Это может быть как бы не самый глобальный момент, но он очень важный. В плане доступности, в плане скорости консультации. Специалисты отмечают, что новая поликлиника отвечает требованиям высокотехнологичной медицины. Раньше она была доступна только в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Артур Ишпулатов, Александр Павлов, ОТВ. Заданный губернатором тренд, человеческая жизнь и здоровье, приоритет подхватывают и в областной больнице. Стук сердца вот этого человека, 54-летнего Александра Обухова из МИАСа, называют саундтреком к уходящей неделе. Именно к этому звуку с замиранием сердца сейчас прислушивается без преувеличения весь регион. И многим людям этот ритм дает надежду на долгую жизнь. Впервые в истории южноуральской медицины кардиохирурги областной больницы пересадили человеческое сердце. Старый орган был больной. Увеличился почти в два раза и весил больше килограмма. Врачи называют это кардиомиопатией, застойной сердечной недостаточностью. Мужчина мог умереть, но ему подобрали новое сердце от донора. Когда поступают больные молодого возраста с тяжелой смертельной травмой, это в первую очередь травма черепа. И в основном это, конечно, автодорожные аварии, дорожно-транспортные происшествия. Уже выезжает наша бригада, оценивает пригодность, так сказать, донора, чтобы у него были взяты органы. Обывателя, воспитанного на телевизионных ужастиках, посмертное донорство, конечно же, шокирует. Но это серьезная мировая практика. Процедура проходит строго по всем установленным правилам и только согласие родственника. Чтобы быстро пересадить сердце, Александра вызвали в больницу из дома поздно ночью. К работе тут же приступили 10 человек. Оперировали в течение 6 часов. Все получилось. Александр Обухов – первый пациент областной больницы, в груди которого бьется чужое, но здоровое сердце. Ну, то, что мне повезло первому, ну, я, конечно, благодарю всем. Чувствуете себя Юрием Кагановым? Нет, не чувствую, Юрием. Приятно. Операция сложная. В соседнем Екатеринбурге делают всего по 5 в год. Такого же показателя намерены достичь и в Челябинске, но уже сейчас понятно. Этого количества будет крайне мало. Только сейчас в очереди на пересадку сердца на Южном Урале стоит 10 человек. Ну, а теперь о теме, которая, если не в сердце, то совершенно точно в голове практически у каждого жителя промышленных Челябинска и Магнитогорска. Выбросы предприятий, они были всегда. Так уж исторически сложилось, заводы на Южном Урале успешно работали и, соответственно, дымили десятилетиями. Проблема есть, признают это эксперты всех уровней. И именно сейчас, в год экологии, эту проблему начинают решать. Не на словах, а на деле. Первые подвижки есть. На уходящей неделе стало известно, предложение губернатора Бориса Дубровского о передаче права контроля за выбросами заводов в региону поддержали депутаты Госдумы. Что это значит? Как это будет работать? И как жизнь южноуральцев изменит сводный том ПДВ? Павел Зорин сделал прогноз. Воздух, который видно, город, который смог. Вместе с неблагоприятными метеоусловиями Челябинск накрывает и волна негодования граждан. Особенно страдают жилые районы, граничащие с промзонами. Чувствуется, когда запах плохой, то головные воли могут быть? Конечно, пусть принимают меры. Промышленность, которая локомотивом тянет экономику Челябинска и области, накладывает свой отпечаток на экологию. Свою лепту вносят и машины, и природа. Если ситуацию с отсутствием ветра изменить нельзя, необходимо работать над уменьшением вредных выбросов. Часть предприятий задумалась об этом заранее. Система газоочистки на электрометаллургическом комбинате – дорогостоящий инвестиционный проект, позволяющий практически полностью улавливать вредные выбросы. То, что раньше летело в атмосферу и разносилось по городу, теперь пакуется вот в такие мешки. Ежедневно с каждой печи отсеивается порядка трех тонн веществ, которые используются и в дальнейшем, например, при производстве асфальта и бетона. Тканевая очистка позволяет уловить почти всю пыль. Вот эта пыль вся упаковывается герметично и вывозится из этого помещения. Спрос на пыль есть и на внешнем рынке. Тут же на ЧМК скоро будут производить строительный кирпич, также из отходов основного производства. Главный эколог ЧМК рассказывает, в такую систему газоочистки предприятие вложило крупную сумму. На строительство, на эксплуатацию. Порядка 10 миллиардов рублей обошлось это строительство. А еще обслуживание. Это порядка 300 миллионов каждый год. Но такая модернизация на примере ЧМК приносит дополнительный доход. Останавливать очистку даже на время предприятию экономически невыгодно. А вот безветрие вынуждает к дополнительным мерам. В период безветрия на производствах должны останавливать все работы, при которых пыль поднимается в воздух. Погрузка, разгрузка, конвейеры. По закону при первой степени НМУ предприятию необходимо сократить выбросы на 15-20%. При второй уже на 20-40% от нормы. Нормы, которая учитывает выбросы одного предприятия, но не города в целом. В то время как у каждого завода на трубе все нормально, в городе нормативы превышены. И здесь Челябинская область станет новатором для всей России, где анализ выбросов станет комплексным. А если предприятиям будет даваться норматив, исходя из того, что должно быть все нормально в городе, получается мы вот эту допустимую норму поделим между всеми предприятиями, которые у нас выбрасывают. Новые нормативы разрабатываются на основе системы сводных расчетов, то есть выбросов не только промышленников, но и автотранспорта, включая мелкие предприятия и дорожные магистрали города. После того, как будут учтены все загрязнители, они получат собственную квоту в зависимости от своего расположения. А контроль будет не на отдельном предприятии, а под датчиком в городе. Проект сводного тома, где Челябинская область выступит пилотным регионом, стал итогом поручения президента о качестве управления атмосферным воздухом. Проект реализовывать, когда есть поддержка президента, точно сложности никакой не было. Мы сознательно шли, скажем так, в эту историю, потому что понимали, что сил и возможностей у Министерства экологии решить подобную задачу будет достаточно. Сейчас проекты должны утвердить на федеральном уровне. Огромная работа, направленная на улучшение условий жизни людей, может стать выгодна и бизнесу. Она подтолкнет предприятия к модернизации, переходу на новое сырье, установку систем газоочистки или внедрение наилучших доступных технологий. И как в примере с ЧМК, стать дополнительной статьей дохода. И вот сейчас как раз время вернуться к Дубровскому, его ключевой фразе, которую мы показали в самом начале выпуска. Начинаем открывать карты. Это довольно эмоциональное заявление о человеке и его интересах губернатор сделал во время совещания по разработке стратегии 2035. Когда мы сверху поставим этот приоритет общества, то у нас многое что в голове сразу переменится. Мы поймем, что очень важно, чтобы был чистый воздух. Очень важно это. Давайте мы в рамках нашего стратегических сессий будем так рассуждать. Кто заказчик-то является? Кто заказчиком является? Общество, люди. Вот кто является заказчиком нашей стратегии развития области. Губернатор заявил, чистота воздуха напрямую влияет на здоровье, а значит благополучие человека. Если рассуждать логически, улучшение экологической ситуации в регионе должно быть приоритетом в стратегии 2035. Но министр экологии Гладкова с возмущением замечает, в первом варианте документа этого гиперважного пункта почему-то нет. В общих приоритетах, то есть это то, что должно стать приоритетом у всех, нет приоритета экологического. Вместе с тем все опросы населения, все, что мы сейчас видим, показывает, что экологию население выносит в приоритет. И действительно, вопрос, а безопасно ли нам дышать. Люди сдают все чаще, и губернатор это видит и знает. У разработчиков в довольно жесткой форме глава региона требует срочно внести коррективы в проект документа. Губернатор справедливо заметил, что надо понимать, что у нас человек для экономики или экономика для человека. И дал поручение перевернуть пирамиду, власть, бизнес, общество, наоборот, то есть вперед поставить интересы в общество, то есть людей. А теперь нужно понять, почему Дубровскому так важно правильно расставить приоритеты в стратегии 2035. Что это вообще за документ такой? Политолог Зырянов попытался объяснить на пальцах. Это можно сравнить с картой, которую человек видит первый раз, когда собирается пройти из одного населенного пункта в другой, там за 100 километров, например, и он дороги не знает. И вот он берет карту и смотрит по этой карте, куда и как ему идти. И если говорить еще проще, стратегия 2035 – это то, как будет жить регион в ближайшие 18 лет. Документ программный, именно поэтому Дубровский не преклонен упускать столь важный пункт защита окружающей среды, который напрямую влияет на благополучие человека, ну никак нельзя. Очень авторитетный политолог из соседнего Екатеринбурга дал оценку курсу, которому следует Дубровский. Он уловил как раз вот эту основную тенденцию, а тенденция заключается в том, что главным нашим, так сказать, запасом, главным нашим инструментом, даже не инструментом, а целью является человеческий капитал. Это вот такая интересная диалектика, сочетание целей и результатов и таких инструментов. Потому что раньше человеческий капитал воспринимали только как инструмент для, так сказать, повышения валов регионального продукта, на исходе национального богатства. Если регион идет в ногу с заданным губернатором трендом, первостепенности интересов человека открывают больницы и школы, внедряют новую форму контроля выбросов заводов, эксперты, в том числе и Гагарин, выражают уверенность, что и решение самой сложной для промышленной Челябинской области проблемы все-таки удастся найти. И еще о важных трендах, уходящих в семи дней. Ведущий рубрики «Коротко о главном» Артур Ишпулатов готов рассказать, что обсуждали на этой неделе. Артур, передаю тебе слово. Да, спасибо. Расскажу о том, у кого вырастут зарплаты и где взять бесплатный хлеб. В этом месяце бюджетникам Челябинской области поднимут зарплаты. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Для этого из регионального бюджета направили более 1 миллиарда рублей. Повышение коснется учителей, воспитателей детских садов, соцработников, врачей, а также сотрудников учреждений культуры, театров и концертных залов. В Нагайбакском районе решили проблему нехватки узкопрофильных врачей. Теперь сельчанам не придется ездить на прием к медикам в Магнитогорск. В местную больницу приняли на работу офтальмолога, гинеколога, анестезиолога, хирурга, терапевта и отоларинголога. В районы поликлиники эти специалисты будут работать по программе «Земский доктор». За это медики получат подъемные от государства 1 миллион рублей и жилье. В столице Южного Урала разработали проект «Кванториума» – большого технопарка для детей. На этой неделе его представили заместителю министра образования Вадиму Бобровскому. Предварительно утвердили проект с ломанными коридорами и шестиугольниками на потолке, а не повторяют форму пчелиных сот, как символ вечно кипящей работы в улье. В Челябинской области будет два «Кванториума». Задачу создать их поставил Борис Дубровский. Один из технопарков появится в Юргу. Там, как говорят специалисты, будут готовить кадры с малых лет – инженеров, робототехников, IT-специалистов. Технопарк планируют открыть уже в следующем учебном году. Южноуральским больницам подарили 55 новых машин скорой помощи. 23 из них остались в автопарках челябинских медучреждений. 10 отправили в Магнитогорск. По три машины получили Садко и Копейск. Все машины отечественного производителя на их покупку потратили 110 миллионов рублей из областного бюджета. Ну и позитив недели – в Магнитогорских магазинах появились лавки с бесплатным хлебом, макаронами и печеньем. Благотворительную акцию придумали волонтеры. Неравнодушные горожане покупают продукты и оставляют на специальных стеллажах для нуждающихся. Акция стала популярной. Магнитогорские домохозяйки приносят домашний хлеб. В основном продукты берут пенсионеры и люди с небольшим достатком. Пока такие стеллажи есть лишь в двух магазинах. Но волонтеры останавливаться не планируют. Таковы главные новости этой недели. Настя. Да, спасибо, Артур. А мы продолжим сразу после рекламы. Ровно через минуту. Скандал на поляне сказок. Кто и почему поливает грязью детскую площадку? И при чем тут перчатка, брошенная депутатом Бурматовым, известному блогеру? Все расскажем через мгновение. Оставайтесь на УТВ. Вот это рисунок, изображенный на одной из горок детской площадки в Металлургическом районе. Два благородных рыцаря бьются на копьях. Эта картина стала иллюстрацией к тому, что произошло здесь на уходящей неделе. Поляна сказок стала полем битвы. Пока только словесной. Но все по канонам. Есть даже секунданты. А кто же рыцари? Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов и скандально известный российский блогер Илья Варламов. В чем причина боя и благородные ли рыцари или один из бойцов используют запрещенные приемы? Все подробности в нашем материале. А вы знаете, кто такой блогер? Знаем. Кто? Кто в интернете сидит, блог свой создает. О том, что такое хайп и троллинг, активные пенсионерки Металлургического района теперь знают лучше внуков. На послеобеденной прогулке обсуждают новую публикацию популярного столичного блогера. На своей страничке Илья Варламов написал статью про детскую площадку в Челябинске. Бабушки возмущены. Выражение «в блогер не стеснялся» и назвал поляну сказок, на которую они с удовольствием приводят внуков, позорищем. Позорище за 20 миллионов рублей. Я предлагаю вам прогуляться немного по парку и посмотреть, как выглядит самая-самая детская площадка в Челябинске. Это убогие и примитивные конструкции, которые в нормальном городе было бы стыдно ставить. Не нужно заниматься злопыхательством. Нужно работать. Самому что-то сделать. Здесь все добротно и надежно сделано. А это депутат Государственной думы Владимир Гурматов. Именно он помог построить детскую площадку. Возродить поляну сказок в парке имени Тищенко его попросили жители металлургического района. Деньги на этот проект пришлось искать на федеральном уровне. Это федеральные средства, направления которых мы добивались, мы боролись за эти деньги. Мы защищали этот бюджет. Мы голосовали в том числе за этот бюджет. Все получилось. На месте пустыря в парке построили новую, самую большую в регионе детскую площадку. Денег хватило и на воркаут-стадион, тренажерный зал под открытым небом, ремонт пешеходных дорожек в парке, монтаж освещения и видеонаблюдения. Работа большая, а потому Бурматов посчитал критику блогера, мягко говоря, несправедливой. И, конечно же, заявил об этом в СМИ. Илья Варламов, видимо, расценил этот жест как брошенную ему перчатку. Получилась дуэль. Пока только словесно. Варламов первый. Варламов наносит первый удар. С дизайном все грустно. Это просто некрасиво. Ужасные цвета и примитивные элементы. Почему вы считаете, что дети любят все яркое и пестрое? Бурматов парирует. Если бы мы с вами были на территории воинской части, здесь бы все было в цветах хаки сделано. Если бы этот объект нуждался в маскировке, он был бы грязно-серого цвета. Но это детская площадка, и цвета здесь соответствующие той практике, которая на детских площадках используется. Независимый судья, школьница Аня, выбирает победителя. Разных цветов она должна быть. А какие тебе больше всего нравятся? Красные, желтые, синие. 1-0 пользу Бурматова. Гаунд второй. Варламов делает новую подножку. Детскую площадку надо оценивать минимум по пяти показателям. Безопасность, удобство, креативность, доступность и дизайн. Бурматов отвечает. Ну вот мы сейчас с вами находимся на этой площадке. Вы сами можете посмотреть, в каком она состоянии находится. Что все чистое, что все капитально сделано, надежно и безопасно для детей. Испытание проводит независимый эксперт Демид. Мне нравится горка, потому что это она классная. 2-0 пользу Бурматова. 2-0 третьей. Третий удар Варламова. Местные жители рассказывают, что это единственная лавочка на территории площадки. Ничего, постоят. И тут лидер битвы теряет позиции. У нас закуплены лавочки очень красивые. К сожалению, там вот форс-мажот произошел на фирме на это. Мы ждем. 2-1 в пользу Бурматова. Илья Варламов предлагает строить в Челябинске площадки, как в Чикаго. Но о стоимости приведенных в пример проектов почему-то умалчивает. Владимир Бурматов говорит, все-таки оценку площадки должны дать в первую очередь люди, для которых она была построена. И судя по популярности «Поляны сказок», эта оценка хорошая. Жители Металлургического района приглашают Илью Варламова лично убедиться. Дорогой уважаемый блогер, приходите, приезжайте, все расскажем, все покажем. Анастасия Блотникова, Артем Большаков, ОТВ. Еще немного о благоустройстве. На этой неделе в Челябинске запустили новое колесо обозрения, четвертое по счету. Располагается оно возле одного из торгово-развлекательных комплексов, почти в центре Челябинска. К слову, в начале этого года возле другого развлекательного комплекса, тоже в центре города, запустили аналогичный аттракцион. Так что ж, получается, конкуренты померились колесами? А нужно ли горожанам сразу столько аттракционов, с учетом того, что в двух парках, опять же, в центре города уже работает еще два колеса обозрения? Мы поинтересовались у жителей, и вот что они говорят. Я считаю, что на наш замечательный город Челябинск достаточно одного колеса посмотреть. Лучше бы построили какие-нибудь другие аттракционы. Если оно радует людей, пусть оно будет. Я понимаю парковая зона, я понимаю около торгового центра. Это абсолютно не нужно. Так что же готовы предложить горожанам владельцы нового четвертого колеса обозрения? Для рекламы первыми на аттракцион пустили журналистов. Презентацию провели поздно вечером, когда уже стемнело. Наш корреспондент Полина Кирцанова прокатилась. И вот первое впечатление моей коллеги. Многие критиковали колесо обозрения еще до открытия. Мол, с этой точки не на что будет смотреть. Сейчас мы находимся на верхней точке на высоте 50 метров. Со стороны ЧТЗ виден только лишь свет чуриловских теплиц. А здесь виден центр города. Проспект Ленина, как на ладони, видны его огни. Но конкретно что-то разглядеть в принципе не удается. Возможно к Новому году, когда город загорится праздничной иллюминацией, картина будет намного эпичнее. И еще одна деталь. Если в Челябинске работает сразу 4, то в Магнитогорске на днях из-за ветхости разобрали единственное колесо обозрения. Ну и если новое колесо обозрения в Челябинске проект спорный, то следующие объекты нашего внимания никаких вопросов не вызывают. Трансформация. Так, на уходящей неделе горожане в шутку назвали то, что происходит с уродливыми электрощитками и трансформаторными будками в центре Челябинска. Молодые художники, конечно, с разрешения местных чиновников украшают их рисунками. Где-то появилась изящная балерина, а где-то огромный рыжий тигр. Ну просто картинная галерея под открытым небом. А где картины, там и критики. Вписываются ли полотна уличных Пикассо в пейзажи промышленного мегаполиса? Наш корреспондент Эльвира Исмогилова вместе с молодой, но уже профессиональной художницей отправилась на экскурсию по уличной выставке. Начнем нашу экскурсию по уличной картинной галереи с центра города. Именно здесь больше всего полотен свободных мастеров. Вместе со мной выставку живописи на электрощитках посетит молодой профессиональный художник Маргарита Кабидулина. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте посмотрим. И вот наша первая точка – концертный зал имени Прокофьева. И вот на этом когда-то уродливом электрощитке появился рисунок на музыкальную тематику с портретом композитора. Маргарита, ну что можете вы сказать об этом рисунке? Вообще, роспись щитков задача не из простых, поскольку это функциональная вещь. И необходимо учитывать окружающую среду и архитектурное пространство. В данном случае этот щиток по колориту подходит к фасадам флорумонии. Фигура выполнена в стиле поп-арт. На мой взгляд, ее можно было сделать чуть повыше, чтобы чувствовалось непосредственное присутствие композитора. А вот здесь изображена балерина, что тоже символично, потому что именно здесь находится театр оперы и балета. Маргарита, ну что можете вы сказать по поводу этого рисунка? Насколько он здесь уместен? Фигура немного непропорциональна и выполнена небрежно, честно говоря. Как долго сможет продержаться краска, на ваш взгляд? Ну, судя по всему, в некоторых местах она уже немножко отваливается. Вот. Ну, я думаю, годик-то точно постоит. И вот мы уже на Кировке, откуда и началось преображение города. Модница из прошлого изображена на этом электрощитке возле здания, где когда-то в конце 19-го, начале 20-го века располагался торговый дом купца Валеева. Маргарита, ну что вы можете сказать об этой моднице? Ну, на мой взгляд, этот ощуток выполнен достаточно хорошо и гармонично. Ненавязчивые декоративные орнаменты в стиле ар-деко плавно переходят в образ модницы. И сделан он в очень гармоничных и сдержанных цветах. По мне, он очень удачный. А что об этих рисунках, думаю, челябинцы, давайте узнаем. В общем-то, сделано очень даже неплохо. Ну, конечно, я бы немножко цвету дал бы или еще что-то. Ну, в общем-то, идея эта хорошая. Улучшает внешний вид нашего города. Да. Оригинально. У меня обычно везде разное. Мне нравится. Пусть рисуют. Если что-то пристойное и красивое, почему нет? Лишь бы это технике безопасности не вредило, а так, мне кажется, красиво. Это нормально. А я отмечу, что художники хотят разрисовать еще около 30 электрощитков. Деньги на краску активисты собирают в социальных сетях. А вот в европейских странах работу урбанистов оплачивают из городского бюджета. Эльвира Смогилова, Айдар Насыров, ОТВ. Еще немного рекламы. Через минуту новый штрих к портрету Октябрьской революции. Оружие красных из чего стреляли и почему победили в финальной серии рубрики «Свидетели революции». Оставайтесь на ОТВ. Дата, о которой невозможно забыть. На следующей неделе, 7 ноября, исполнится 100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. События, о котором до сих пор спорят ученые и политики. Но все сходятся в одном. Уроки 1917 года нужно помнить. Особенно сейчас. Весь год в программе «Время новостей. Итоги» мы рассказывали, как революция изменила жизнь южноуральцев. И показывали вещи и предметы, которые стали свидетелями тех важных для России событий. И сегодня заключительная серия. Мы посвятили ее оружию. Именно с ним в руках люди и творили историю. Челябинск, 1918 год. Старая власть умерла. Новая еще не появилась. Люди разделились на два лагеря. Красных и белых. Челябинский акцизный чиновник Константин Теплоухов в своих хрониках пишет. По примеру Петрограда и в Челябинске начала образовываться вторая власть. Кто ее назначал или выбирал, оставалось неизвестным. Вероятнее, выбирали сами себя. Южный Урал под контроль берет Александр Ильич Дутов. Казак из Оренбургской области, который затевает мятеж против советской власти. Буквально бросает вызов Петрограду. Отвергая большевиков и ратуя за временное правительство. Атаман пытается найти поддержку казаков, но большевики свои шаги просчитывают наперед. Чтобы подавить мятеж на Южном Урале, отправляют Василия Блюхера. Работал он в этом доме на Кировке. Тогда эта улица называлась Уфимской. В память о грамотном командире его облик увековечили в виде мозаики. Главным аргументом в споре с контрреволюционерами становится оружие. Хоть и в шашек и сабель грамотный командир использует пулемет Максим. В 1883 году, когда английский конструктор американского происхождения Хайером Максим изобрел, сконструировал первый станковый пулемет. Вот именно такой технологии, такого борца. И этот пулемет мгновенно стал популярным во всем мире. Его использовали в годы Первой мировой войны. Русские инженеры нашли способ сделать его более легким и удобным. В 1910 году пулемет на Тульском заводе стремительно теряет вес. Теперь он весит не 244 килограмма, а около 70. Такое решение сыграет на руку Блюхеру и армии Красной. Теперь техника более мобильная, поражает противника на расстоянии в один километр и производит 600 выстрелов в минуту. В то время это делает пулемет Максим мощнейшим оружием, прикоснуться к которому мечтал каждый солдат. Войска Красной Армии именно и в Челябинской, и в Верхнеуральской, и в Миньяре, сидели и фотографировались именно с пулеметами Максима борста 1910 года. И это неопровержимо. Тем более, что во время Гражданской войны этот пулемет был самый популярный пулемет среди частей Красной Армии. Благодаря мощнейшему оружию Южному Уралу удается освободить от белых казаков. О мощности Максима вспомнят еще не раз. И будут использовать в годы Великой Отечественной войны, чтобы победить фашистскую армию. Маргарита Хижняк, Артур Ишпулатов, Артем Большаков. ОТВ. И еще больше о событиях 1917 года. О судьбах южноуральцев, чьи жизни перевернула Октябрьская революция. И комментариев историков в большом документальном фильме от авторов рубрики «Свидетели революции». 6 ноября в 22.30 и 7 ноября в 17.15 и в 8 часов вечера. Только на телеканале ОТВ. А у меня на этом все. Выпуск программы «Время новостей». Итоги можно посмотреть на сайте 1обл.ру. А итоги наступающей недели подведем уже в следующую субботу в 22.00. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»